Всем привет! В доте, как оказалось, за всё время её существования появился не один аналог предмета из лавки всеми известного насадого торговца, перенесённого на обычные вещи для наших любимых героев. И именно о них мы сейчас и поговорим. Присаживайтесь поудобнее, приносите чаёк и приятного вам просмотра. Первой вещью в списке будет Battle Fury на Войда, чтобы вы примерно поняли в каком ключе будет идти данное видео. Предмет был добавлен в бородатом 2012 году и выдавался игрокам, купившим наушники на конференции Gamescom. И вскоре после этого была добавлена возможность крафта и непосредственного вбивания внутри игры. Данный предмет не имел никаких отличительных эффектов и даже никак не изменялся при покупке настоящего Battle Fury. Что ж, идём дальше. Следующий предмет в нашем списке это палка на Варлока, которая была создана на основе рефрешер-орба. От данной палки особо распыляться не буду, поскольку её просто выпустили в определённые сокровищницы, которые давали за выполнение определённых действий во время юнта на серверах Nexon в 2015 году. Никаких эффектов она не давала и была просто обычной палкой с огромной стоимостью. Третий предмет из нашего списка имеет куда большую стоимость, чем предыдущий эдак раз в 10. Этот предмет Вангвард на Аксе, или же Горд оф Зе Редмист. Данный щит можно было получить за покупку точной копии в Вета-воркшопе, после чего вам выдавался код, который вы могли ввести в игру и получить данный щит на Акса. Следующие два предмета нельзя не упомянуть одновременно, хоть они и отличаются друг от друга. Это Скади Насларка и лук на Медуз, сделанные в стиле Айл Скади. Данный клинок Насларка очень сильно настрадался в ценовом плане за своё существование, о чём я и рассказывал в предыдущем видео. Если хотите, можете его посмотреть, нажав на всплывающее окно подсказки вправо на верхнем углу. Выпадал Скади Насларка из сундука, которому можно было купить только на серверах Perfect World в августе 2014 года. В марте 2015 года был выпущен сет на Медузу, который покупался вместе с комплектом турнира iLeague Season 3. Весь сет был сделан под морозную тематику, а сам лук изменял иконки способностей и был полностью сделан как Скади. Данный сет можно и по сей день выбить из рулет Кирилла, испытав свою удачу. Последний предмет в нашем списке был выпущен в компендиуме 2014 года. Он стал одним из наиболее встречаемых в игре из-за своей дешевизны. Это Тревелана Тинкера, которым полностью заменяли иконку предмета и звук телепорта. Выбивался он из сундука, который в том компендиуме был единственным. Являлся вещью обычного выпадения. И по сей день этот предмет остаётся единственным, который заменяет предмет и анимацию телепорта. Ну что ж, вот и подошёл к концу наш список. В скором времени ожидайте следующую часть видео, так как вещей подобного рода было очень много. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте просматривать старые. Всем удачи, всем пока.